Силы специального назначения армии США Англ. Армии Спешл Форсис, специальные силы армии США, также широко известны как Грин Береттс Зелёные Береты, отборные подразделения армии США. Предназначенные для ведения партизанской войны и организации специальных операций, контрпартизанских, диверсионных, контртеррористических и т.д. Девиз де опрос или бер, угнетенных освободить, отражающий одно из основных заданий специальных сил. С одной стороны выполнение ими боевых задач и спецопераций, отличных от войны за пределами США, включая свержение неугодных США правительств в третьих странах. С другой стороны подготовку иностранных военнослужащих и членов национально-освободительных движений. Стран с просоветскими правящими режимами в период Холодной войны. В числе других задач, решаемых специальными силами, непосредственное ведение боевых действий, специальная разведка, борьба с терроризмом. Поисково-спасательные операции, участие в миротворческих и гуманитарных операциях, разминирование, борьба с наркоторговлей. История создания. История зеленых беретов началась в 1952 году с формирования особой группы из сотрудников, созданного во время Второй мировой войны Управления стратегических служб ЭУС и появившегося в 1947 году ЦРУ. Первоначально группа состояла всего из 10 человек и занималась изучением опыта английских САС в области диверсионных и разведывательных действий. Местом базирования группы была выбрана база Форт Брэк в штате Северная Каролина. Неофициальным отличительным знаком подразделения стал берет темно-зеленого цвета. Долгое время армейское командование недооценивало перспективы этого подразделения, кроме того, негативному отношению военных способствовали принадлежности подчинения группы, ее служащие были сотрудниками ЦРУ и действовали больше в интересах управления, нежели армии. Раздражение военных вызывал и неуставной элемент формы – зеленый берет. Дошло до того, что в 1956 году комендант базы Форт Брэк официально запретил ношение берета, однако служащие специальной группы, тогда их было уже несколько сотен, фактически наплевали напряка и продолжали носить свой отличительный знак. Ситуация изменилась с приходом в Белый дом президента Джона Фитцджеральда Кеннеди. В 1961 году он приказал увеличить штат зеленых беретов, за время президентства Кеннеди их число быстро довели до 2500, и готовить их в соответствии с концепцией партизанских и антипартизанских войн. Своё видение этой концепции Кеннеди изложил в выступлении перед выпускниками военной академии Вестпойнт в июне 1962 года. По его словам, современные войны становятся войнами диверсии и засад, инфильтрации и партизанщины. Именно такими методами действовали рвущиеся к власти социалисты в Африке и Юго-Восточной Азии. И именно так пришел к власти на Кубе Фидель Кастро, который стал в то время главным пугалом для американцев и самым ненавистным врагом США после СССР. Кеннеди заявлял, что у США должны быть подразделения, способные вести партизанские и, что еще важнее, антипартизанские действия в любой точке мира. Зеленые береты стали его любимым детищем в военной области. Он увеличил финансирование нового спецназа и неоднократно посещал Форт Брэк. С подачи президента зеленые береты стали официальным элементом униформы и отличительным знаком специалистов-диверсантов. Произошло это после скандала во время очередного визита Кеннеди в Форт Брэк. Во время торжественного прохождения капитан Уильям Ярбора, один из авторов общей концепции подготовки зеленых беретов, промаршировал мимо президента. В берете, что буквально взбесило армейское командование. Спас капитана от наказания сам Кеннеди. Узнав о скандале, он через несколько дней после визита утвердил берет в качестве головного убора сил спецназначения. Кеннеди был президентом-интеллектуалом, и под его влиянием зеленые береты стали настоящей культурной элитой среди вооруженных сил США. Спецназовцы обязаны были не просто разбираться в тактике диверсии и разведки, но и знать иностранные языки и культурные особенности стран, в которых им предстояло действовать. Именно среди зеленых беретов появились первые подразделения психологической войны, использующие культурно-психологические особенности и традиции разных народов. Какое-то время элитарность спецвойск подчеркивалась и двойным подчинением. Они формировались на базе армии, но действовали под крышей ЦРУ. Однако это не устраивало генералов, и вскоре силы спецназначения полностью подчинили Пентагону. При Кеннеди зеленые береты приняли и боевое крещение. По приказу президента они стали действовать в качестве военных советников и разведчиков-диверсантов в Южном Вьетнаме и в Африке. С тех пор зеленые береты участвовали во всех войнах и военных конфликтах, к которым имели отношения США. По состоянию на 2012 год их подразделения действуют в Ираке и Афганистане, в странах Латинской Америки, борьба с наркоборонами, а также работают советниками и инструкторами на Филиппинах. В Юго-Восточной Азии, Таиланд и на Ближнем Востоке, Пакистан, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Организационно-штатная структура сил специального назначения СВ США. Подразделения специального назначения СПН-СО «Зеленые береты» сухопутных войск США организационно сведены в 7 парашютно-десантных полков ПТП, войсковых групп СПН-СВ. 5 ПТП СПН в составе линейных частей СВ и 2 ПТП резерва СПН в составе СВ Национальной гвардии штатов СВН-Кшесе. Юта и СВН-Кшесе, Алабама. ТВТ ответственности ПТП СПН распределены следующим образом. Первый ПТП СПН-СВ базируется в Форт-Льюис, Вашингтон и Нау. Окинава, Япония, сформирован для действий в регионе Юва. Третий ПТП СПН-СВ, Форт-Брэк, Северная Каролина, сформирован для действий на африканском ТВТ. Пятый ПТП СПН-СВ, Форт-Кэмпбелл-Кентукки, сформирован для действий на Ближневосточном и Североафриканском ТВТ. Седьмой ПТП СПН-СВ, Форт-Брэк и Форт-Форт-Дэвис, Панама, сформирован для действий на Южноамериканском ТВТ. Десятый ПТП СПН-СВ, Форт-Дэвинс, Массачусетс и Бёблинген, Германия, сформирован для действий на Европейском ТВТ. Стандартная ОЖ-парашютно-десантного полка специального назначения сухопутных войск включает в себя штаб и штабную роту полка. От трех до четырех парашютно-десантных батальонов специального назначения отрядов СПН-СВ. Батальон материально-технического обеспечения МТСПН. Подготовка личного состава сил специального назначения СВ США. Подготовка зеленых беретов проходит в три этапа. Первый этап – оценка и отбор кандидатов. Поступить в зеленые береты могут только кандидаты, уже служащие или отслужившие, прошедшие курс молодого бойца. На любом этапе подготовки они могут быть отчислены и возвращены в свои части для прохождения дальнейшей службы в обычных подразделениях. Отбор кандидатов проводится с помощью изматывающих физических и психологических тестов. За новичками постоянно следят медики, они оценивают здоровье новичков, которое должно быть идеальным. В систему тестов входит физическая подготовка. Марш-броски на скорость и на выносливость, в спортивной форме и в полной боевой выкладке, тесты на плавание, тесты на упражнения, потягивания и отжимания, приседания, прыжки на корточках, тесты на преодоление полосы препятствий. Также используются психологические тесты на выявление особенностей характера, на скорость адаптации и оценки изменяющейся ситуации. Кроме того, используются тесты на умственное развитие и уровень грамотности, решение различных логических и математических задач, написание диктантов и сочинений. Этот этап длится три недели и проводится на базе Фортбрэк. Кандидатам запрещено отлучаться с базы, им не дают увольнительных, у них нет выходных. Прошедших курс зачисляют в курсанты войск. Спецназначение. Второй этап – квалификационный курс. Это основной курс подготовки. Курсанты проходят обучение по всем, с целью добиться взаимозаменяемости членов команды в боевых условиях из четырех специальностей. МОС-18В – вооружение и амуниция. МОС-18С – инженерная саперная подготовка. МОС-18Д – военная медицина и первая помощь. МОС-18 и средства связи. Практические лекционные занятия по специальностям чередуются с тренировками по стрельбе, рукопашному бою, выживанию, прыжкам с парашютом и использованию аквалангов. После освоения всех четырех специальностей для курсантов проводится сдача зачетов и экзаменов, и проводятся целевые учения, с целью выявить уровень правпригодности. Этот этап длится 5-6 месяцев. Занятия проводятся в Форт Брега и на других базах, например, прыжки с парашютом, в Форт Бёнинге, водолазная подготовка, на базах ВМС в Норфолке и Коронада, а также на Великих озерах. Третий этап – специализация и языковая подготовка. Курсанты выбирают по собственному желанию одну из четырех специальностей и изучают ее углубленно. Например, уровень подготовки медиков зеленых беретов позволяет им проводить хирургические операции в полевых условиях и под огнем противника. Кроме того, они изучают один из наиболее распространенных в мире или стратегически важных языков, тот, который им может пригодиться в будущей зоне ответственности. Особое внимание уделяется разговорной практике и восприятию иностранной речи на слух. В зависимости от сложности языка, курс занимает от 17 до 23 недель. Вместе с занятиями по языку курсанты изучают и культурные традиции соответствующих стран, вплоть до гастрономических предпочтений и местных правил этикета. Обучение проходит в Форт Брега, кроме того курсанты выезжают на стажировки в регионы изучаемого языка. После прохождения полной подготовки зеленые береты переводятся в распоряжение региональных групп для прохождения дальнейшей службы. Но раз в год, если в это время не заняты в боевых операциях, они проходят кратковременные сборы, где сдают тесты подтверждающие их правпригодность, и изучают новинки военной техники. Следить за уровнем своей политической подготовки и за осведомленностью о новостях в мире зеленые береты обязаны самостоятельно. Спасибо за просмотр.